Всем привет, с вами портал Унсургент, мы находимся в Мусторге на Gibson Guitar Party. С нами ребята из группы Анадомини, Андрей и Роман. Ребят, как прошло мероприятие, какие впечатления? Ну, на самом деле офигеннейший, мы не первый раз уже сотрудничаем с компанией Мусторг. Ну, как сотрудничаем, это такое как-то официальное неприятное слово, мы на самом деле дружим. И нам всегда приятно принять какое-то участие в движухах, которые ребята затевают. Вот более того, по-моему, мы, какой третий раз мы, в принципе, с Мусторгом что-то делаем? Да я уже со счета сбился. Я вот тоже не очень помню, но зато могу точно сказать, что второй раз я уже веду эти самые мероприятия. На выступлении, да, было, и вы сказали, что второй раз. А, значит, второй, да. Ну, на Gibson Day именно второй, потому что у нас с ребятами там периодически бывают какие-то коллаборации еще сторонние. Я уже просто не помню, я знаю, что мы постоянно с ними как-то связываемся, они помогают нам, мы им. Это такой длительный уже давно и непрерывный процесс. Приятный для обоих сторон. Да. Как это связано именно с Gibson? Действительно музыканты в обычные свои выступления играют именно на таких гитарах. А мы у нас, вот, Дима до последнего времени отказывался от гитары Gibson, но вот недавно приобрел себе в постоянное пользование. А так я уже на протяжении четырех лет играю на Gibson и записывали на студии, вот, издавая наши последние релизы. И мы тоже гитару Gibson, поэтому, как я уже сегодня говорил, звучание этой гитары, оно во многом определяет звучание в целом нашей музыки. Вот, поэтому, когда ребята там затевали вот эту Gibson Party, они одним из первых предложили нам. Мы с удовольствием согласились, потому что нам есть чего сыграть на этих гитарах, есть чего о них рассказать. И в целом нам приятно поддерживать этот бренд. А как думаете, почему именно вашу группу выбрали? Я думаю, когда ты затеваешь такое мероприятие, то к первому, кому ты обращаешься, это круг твоих наиболее близких, знакомых каких-то. Вот, поэтому, так удачно сложилось, что мы и знакомые, и, как бы, непосредственно владельцы гитар Gibson, и играем и записываем тоже их. Вот, Андрей, тебе могу... Могу, Майосик? Да, вот, давай вопрос, и потом я ремарку тогда вставлю. Смотри, вот, ты на выступлениях используешь микрофон направленного действия. Почему? Ну, дело в том, что не всегда получается снять нормально звук, в принципе, ну, по громкости, да, и если я буду использовать микрофон суперкардиоид, например, какой-нибудь с восьмеркой, да, как бы, или, ну, понимаешь, да, о чем я говорю, о том, как он... Будем считать, что понимаю. Понял. Если это будет не динамический микрофон, то он будет постоянно заводиться просто. Вот, поэтому, соответственно, динамические, а динамические они, ну, на моей памяти, ну, может быть, даже все, может быть, все-таки не все, они направленного действия все-таки микрофонные. Конечно, сегодня я пел в Shure SH-55, он совсем-совсем направленного действия, в отличие от Neoclassic, да, в виде, например, 58-го Shure или модели Sennheiser практически любых. Я имею в виду, когда у тебя яблочко и рукоятка, вот. Ну, почему другие вокалисты выбирают ненаправленные действия или, наоборот, что за люди, которые выбирают именно такое? Ты понимаешь, если у тебя, ты используешь ушной мониторинг, я думаю, что позволительно воспользоваться микрофоном ненаправленного действия, который снимает, как бы, ну, в любом, да, по сути, положении. Я ушной мониторинг не использую пока, или, может быть, я не буду его использовать, потому что для меня очень важен контакт с залом. То есть, я хочу, как бы, слышать все, что происходит, да, я хочу слышать ребят тоже, да, именно не звук, который идет, так или иначе, все равно с крохотной задержкой, а я хочу здесь и сейчас понимать онлайн, как бы, да, все происходящее. Ну, то, что получается в мониторе у тебя, как обычный искусственный звук. Он, не то, что даже, понимаешь, он очень вынимает тебя из конкретного места и времени. То есть, он... Это как будто ты в наушниках, и все. Да, да, именно. Вот, поэтому динамически направленного действия. Ну, пару лет назад никто не слышал такое название о наддомине. Вот, откуда вы взялись? На самом деле слышали, все название, просто группа была более узконаправленно, играли ребята лав метал на английском языке. Ну, и, соответственно, конечно, как бы, ребята были хорошо известны в кругах любителей группы Хим, например, группы 69 Eyes. А сейчас, да, как бы, с моим... Ну, не то, что даже с моим приходом. Как-то так совпало то, что как раз на момент, когда я появился, ребята решили перейти на русский язык. Соответственно, как бы, менялось все вообще напрочь. Ну, и сливая, наша аудитория, как бы сейчас это ни звучало, такими гадкими словами, но поменялись слушатели. Кто-то остался от прошлого, так сказать, времени, да? Сегодня приятно было наблюдать. Вот я заметил пять человек, которых я, если мне не изменяет память, на первых концертах наших видел, которые были там около десяти лет назад. И вот эти люди пришли до сих пор, ходят на наши мероприятия, и, правда, приятно. Поэтому они видели все этапы творчества, когда они еще пели на английском, когда у нас еще даже не было первого англоязычного альбома, они уже тогда слушали нас. Вот круто, что прошло столько лет, а они по-прежнему поддерживают нас. Ну, вот отсюда же. Мне нужно будет сейчас уйти к Пушного, да, потому что мне вмахнули рукой. Ребят, был очень рад пообщаться, с тобой тоже был очень рад пообщаться. Вот, я сейчас пришлю к вам Диму или Леню. Всем рок-н-ролл. Да, у нас случилась небольшая рокировочка, Андрея подменил Леонид Максимов. Леня, как раз таки, вот героем этого вопроса будешь. Выступали в этом году на фестивале Ревеланд. Вот, ты как раз таки являешься эндорсером в Warwick. Как это все, все случилось? Если не ошибаюсь, вы были первые вообще, русские, кто там выступал. Да, фестиваль проходит уже пятый, проходил пятый год подряд. И так как я являюсь единственным российским артистом, который работает напрямую с компанией Warwick, и мы хорошо дружим, поэтому случилось такое предложение, типа, почему тебе со своей бандой не приехать к нам на фестиваль. Вот. Ну, понятно, что будем... Не будем какие-то там строить или выдумывать суперские какие-то там сверхъестественные регалии. Вот, понятно, что мы первый раз, и поэтому мы выступали с наижирнейшим, мне кажется, лайнапом с группами. И мы выступали первыми, потому что по сравнению со всеми коллективами, даже просто по существованию годам мы были самые младшие. Это совершенно объективное, нормальное расположение лайнапа по собиранию в Европе. Это был наш дебют, и в этом нет ничего такого. Я был прошлые два года и видел, какие группы выступали, и я могу сказать, что в прошлом году выступали первыми группы, наиболее известные в Европе, чем мы. Там у нас, не знаю, там один, допустим, процент или два слушателей в Европе. И то это те русские, которые переехали в Европу. Вот, поэтому указывать или акцентировать, что мы были первыми, тут нет смысла, потому что это как бы по априори. А то, что мы были первые-первые за всю историю фестиваля русские исполнители, это факт. Но каково это быть первыми русскими? Как приняла публика? Я могу сказать, что это вдвойне усложняет ситуацию и оставляет на тебе ответственность, потому что, есть такое выражение, встречают по одежке. И, соответственно, получается, что организаторы, они одни и те же у этого фестиваля. И тут они встречают представителей страны, которые они не видели, которые они не знают, языка они не знают, как что будет не знают, как будет на сцене, как будет подготовка. Для них это, в хорошем смысле, как какие-то обезьянки, с которыми они даже не знают, как работать. Они знают одного, в нашем случае знали только меня. Но я не тот человек, который будет работать или за всех. Я был в составе группы, соответственно, уже меня считали как частью. То есть я не решал все. Я же не управляю музыкантами. И поэтому это была большая ответственность, в первую очередь эмоционально. Потому что, так как это маленький город, и, в принципе, Европа, она между городами маленькое расстояние, там нормально, что из Чехии приехали туда. Я не удивлюсь, если даже были люди из других, там, из Дании, из Швеции. Это нормально. Они взяли на машине и дернули на денек-два, и все. И тут они видят русскую группу на фестивале, который, так скажем, не грешит такими, да, ну, участниками. А которые обычно всегда европейские группы, которые обычно собирают солд-ауты на своих концертах, они участвуют. И тут как бы бах, типа русская группа. Мы по-любому были такой белой вороной. И я точно могу сказать со знанием дела, что люди, даже артисты из других стран, которые приезжали, были участниками просто как артисты Ворвика, они встали специально для того, чтобы попасть на наш сет. Потому что они хотели услышать и понять, как мы работаем, увидеть. Они, мы приехали на несколько дней раньше, они нас видели вживую. Они разговаривали, как мы сейчас с тобой. Они уже знали, какие мы, но они не знали, какие мы на сцене. Потому что вот у нас, может быть, не так это развито, но у них человек может быть явно сильно спокоен, но на сцене вести себя кардинально по-другому. И поэтому для них нормально, что они разговаривают с человеком, но они даже не будут проецировать, что, ну, раз ты такой сидишь сейчас спокойный, то выйдешь на сцену, ты будешь спокойный. Они не проецируют, они могут, а может, ты там будешь творить всякую фигню. И поэтому они пойдут... Наш оператор знает, как я могу творить. Даже зная тебя, допустим, лично, они все равно пойдут для того, чтобы посмотреть, как ты играешь. Для них это будет интересно, потому что они могут... Ну, это своеобразный перформанс на сцене. Они закладывают тот шанс, что ты можешь удивить так, что они тебя не узнают. И это для них нормально. У нас немного другой менталитет, другая работа. Вот, и поэтому... Сейчас немного в другую сторону ходим. Опять же, фестиваль был в Европе. Оттуда публика была, ну, в большинстве своем, англоязычная. Сет-лист был составлен... 99,9% англоязычных. Сет-лист был составлен из англоязычных песен, или были и наши? Мы сделали пополам. Да даже не пополам, всего были две русские песни-то. Я уже не помню. А какие? Километры, и были пепелы. Ну, мы просто думали об этом, вот, перед тем, как ехать на фестиваль, вот, как нам сделать программу. Сыграть то, что обычно мы играем на российских фестивалях, там, и концертах. Либо подготовить специальную программу, потому что, ну, вот, ранее мы все-таки уже, там, два альбома выпустили на английском языке. Было что сыграть. Ну, решили не рисковать и сделать программу, поделенную, практически пополам. Знаешь, по результатам прошедшего фестиваля, я думаю, что, наверное, был бы смысл только на русском исполнить. Все-таки там с интересом очень относились к песням, которые исполнялись на чужом для них языке. То есть для них это было в диковинку интересно. Там все уже просто привыкли к англоязычному року, металлу. А тут вышли молодые ребята, которые поют, исполняют ту же музыку, но с русскими текстами. Я просто по глазам видел, что, когда мы исполняли песню на русском, что они прям заворожены были. Вот, когда зачастую к нам именитые зарубежные группы приезжают, ставят на разогрев какие-то наши группы. Ну, публика стоит, молча слушает, ждет, пока придет хедлайнер. Как отнеслись в Европе к вам? Вот для меня это был, на самом деле... У нас был спор. Пока мы ехали на фестиваль, мы выступали в 11 утра. В 11 утра. Это просто выступление на фестивале предшествовало еще несколько бурных ночей. Потому что хочется заметить, что в этом году проводился не только фестиваль на Ривеланд, а в этом году был юбилей. 70 лет компании «Фрамус» и 35 лет компании «Ворвик». То есть там помимо фестиваля была организована, да, там трех дней, а некоторые музыканты еще больше там времени провели. Приехали представители этого бренда, которые играют на инструментах «Фрамус» и «Ворвик» со всего мира. Там были ребята из Бон Джови, из System of a Down, очень громкие имена. Мы с ними жили со всеми в одном отеле, да, и вместе там тусовались, отдыхали. И там по прошествии нескольких дней вот этих тусовок там на заводе, на самом джем-клубе, который у них находится при заводе, только потом был фестиваль, заключительную ночь, можно сказать, в общем. Хорошо, что завод был. Я к тому, что выступая первыми, было немножко тяжело и подняться еще, и было круто на самом деле увидеть, что так же рано поднялись парни, которые играют с Рексом Брауном, ребята из Сатирикон. Это приятно было видеть эти лица, которые не поленились там. Масист Кайз. Да, сквозь похмелье встали, приехали, и в первых рядах стояли, и служители у нас подбадривали. Такого отношения со стороны музыкантов, вот в России, как бы это печально не было, я вот наблюдаю все реже и реже. У нас все-таки как-то все, блин, почему-то строится на какой-то, на зависти, на ревности, не знаю, на подсиживании друг друга. А там я увидел, наверное, впервые в жизни вот такую музыкальную какую-то дружбу, какую-то открытость, искренность, абсолютное нежелание строить кому-то козни, а наоборот какие-то позитивные, созидательные вещи. Ну как ты думаешь, это из-за того, что на российской сцене, когда группа раскручивается, это больше уходит в коммерцию? Мне кажется, это больше связано с тем, что когда людям уже нечего делить, они уже все свое получили, и они уже просто отдыхают по жизни. Понимаешь, когда человек находится на пути достижения своей цели, он рвет, мечет, идет по головам, троллей, а когда человек уже прошел это все, он уже просто кайфует. И для него не составляет труда, не знаю, там, послушать новичка какого-то. Для него нет этих вот понятий, для кого, ой, он обратил внимание на этого, ой, да как такое может быть, да где он, а где этот. Не важно, не важно, кто где. Всегда в начале гонки все участники, они яростные. А уже тот, кто финишировал, он может пойти перед финишем и начать махать остальным. Типа, о, я сейчас увидел, как вы финишировали. Ну, такое, знаешь, такое сравнение. Поэтому это совершенно нормально. И плюс, менталитет наш сильнейшим образом отличается от менталитета там. К сожалению. Именно вот в этом я могу... Любое направление музыки наше отличается от зарубежного. Даже не то, что направление музыки, а сам подход человеческий. Мы говорим про человеческие, личностные качества. Понимаешь, да? То есть, когда ты здесь играешь на фестивале и идет срач за место на фестивале, то там как бы все тупо объективно. И если группа объективно собирает больше, она играет последнее. И все, и она больше... Это ее место. А у нас иногда происходят какие-то другие моменты. Я не буду, ну, как бы, какие-то там разбирать или что-то... У нас очень много каких-то моментов, которые... Понимаешь, когда... Если ты живешь здесь, если ты не был там, для тебя все нормально. Ты не понимаешь ничего. У тебя есть одна призма. Мэйвен Раша. Вот твоя призма. Ты смотришь, ты живешь, тебе круто. И, в принципе, ничего тебя извне не ломает. Если ты сменил призму, вот просто сменил призму и увидел это со стороны, ты... Чего за... Ну, просто у тебя начинает какой-то взрыв от этой призмы. Потом, когда ты поймешь эту призму и взглянешь на эту призму... На то, как должно быть. Нет, нету, нету, как должно быть. В том-то дело, нарушается, как должно быть. Вот сейчас у тебя есть, как должно быть. Потом ты смотришь вот с другой стороны и понимаешь, это не как должно быть. Нет, я имею в виду, у них так, как должно быть на самом деле. Ты понимаешь, с другой стороны, я уверен, что и эту призму тоже можно разбить. Суть в том, что... Ну, из всего вот этого... Людя хочет сказать о том, что мы взглянули просто другими глазами на другую ситуацию. Офигели немножко. Я не переставаю смотреть на вот ситуацию. И теперь я постоянно смотрю на всю ситуацию в России именно с той точки зрения. И не хочу опять превращаться... Вот превращать свой взгляд именно на вот наше вот это мировоззрение. Я понимаю, что это крайне вдвойне сложнее, потому что никто, кроме меня, так не считает. И никто, кроме меня, не хочет, например, соблюдать мир, дружбу и жвачку. И не строить каких-то козней. Но, типа, хочешь изменить мир, начни с себя. Ну, значит, я бы делал так. Ну, вот отсюда, опять же, вам обоих вопросов. Зачем вы вообще на сцене? То есть, вот, что вы хотите этим показать? Для чего? Только ответ. Челки, деньги, тачки не принимаются. Это никакая группа тебе в России не предложена. Такова реальность. А нам есть что сказать. У нас есть желание свои музыкальные мысли и идеи выплескивать не просто для себя в стол дома, там, сидя на гитаре, а записывая и показывая людям. В нас еще вот этот горит и свербит в заднем месте огонь, который заставляет нас там просыпаться, ехать по заранку на какие-то там региональные фестивали, на какие-то концерты. У нас все это прет, как перло и 10 лет назад, так и сейчас прет. Поэтому мы продолжаем репетировать, продолжаем записывать альбомы, выступать. У нас куча музыкальных идей, вот, сейчас будет очередной альбом. Мы все это собираемся, воплощаем в жизнь и хотим показать, рассказать об этом людям. Вот. И круто, что это кому-то надо, вот, людям это нравится, нам это приятно, поддерживается какой-то постоянный контакт. Мы видим, как многие наши коллеги там спустя время там засыхают, завязывают со всем этим. Кто-то теряет интерес, кто-то подзрослел, завел семью, еще чего-то, а у нас вот... А как ты думаешь, почему люди теряют интерес к музыке? Ну, да, у каждого свои причины, но я думаю, ответ во многом заключается в том, что это, в принципе, для человека тяжело что-то на постоянной основе делать долгое время. У нас вот почему-то любят, там, менять имидж, менять образ жизни, там, так, все, там, с понедельника пойду в качалку. Люди не могут выбрать свой путь на всю жизнь и до конца следовать ему. Постоянно мечет из крайности в крайность. И вот, и оставаться музыкантом, я считаю, это значит во многом уметь оставаться быть каким-то, не знаю, преданным своему делу, даже если тебе уже там что-то наскучило, что-то не нравится, потому что все мы люди, все мы там иногда перегораем. Но каждый день не забывать то, о чем ты делаешь, это очень важно. Ну, вот насчет преданности, единственный вопрос. Вот если бы твоя музыка была не востребована, занимался ли бы ты ей дальше? Такого не бывает, что ты думаешь об этом востребована или нет. Так получается, случается какая-то магия, что когда ты искренне отдаешься тому, что ты делаешь, оказывается рядом, ну, если совсем, скажешь, ты не идиот, не глухой, не слепой, а пытаешься как-то еще критически относиться к себе и к своему творчеству, то, безусловно, найдутся люди, которым это нравится, которые тебя поддержат. Поэтому вся эта аудитория, которая у нас есть, которая нас сейчас слушает, она... Не знаю, как сказать. Уж давно с нами, и... Значит, им это реально нравится. Я не знаю, как по-другому написать. Я могу сказать, что самое главное, почему люди там занимаются, не занимаются музыкой, почему некоторые уходят от музыки. Все... Я знаю такие примеры, я могу на себе сказать, чтобы достичь какой-то одной маленькой цели в музыке, я работал на очень хреновой, очень тяжелой работе два года, потому что я этого хотел. Все, я достиг это и поставил себе цель дальше. Все, что я имею, я имею только благодаря своему желанию. Мне пофигу, сколько это занимает лет. Но я добиваюсь всего, чего я хотел, и сейчас мои цели только увеличиваются. И так у каждого человека. Я не знаю ни одного человека, кто строит себе маленькие цели, и который достиг чего-либо, если он разменивается сам с собой в голове. Это просто желание. Есть такой величайший бас-гитарист, Жаку Пасторио. И он то же самое сказал, что главное – это желание. Если вы имеете желание, у вас будет все в этом мире. Любой успешный человек вам скажет именно одну и ту же фразу. Это ваше желание. Если оно искреннее, если оно идет из души, если оно горит, то вы всего добьетесь. Не важно, сколько пройдет лет. Это желание. Оно будет гореть до тех пор, пока вы не добьетесь этого. И когда вы добьетесь этого, вы встанете перед вопросом. А что же дальше? Либо вы сломаетесь, и такое тоже бывает. Потому что человек идет всю жизнь к одной цели, достигает ее, и потом просто... А дальше либо строить новую цель, и идти еще дальше прогрессировать, либо деградировать. Вот и все. Очень многие люди, ну, в частности, музыканты, вот, я думаю, это одна из причин того, что многие там завязывают, заканчивают, заключается в том, что в самом начале люди ставят себе неверные цели, неверные приоритеты. Если в самом начале своего музыкального творчества, своей музыкальной деятельности человек хочет с девками в бассейне тусить, с горами кокаина и развлекухи какой-то от этого, то я могу с 99% уверенностью сказать, что этот человек задержится в музыкальной индустрии ненадолго. Я могу парировать. Витя Ак-47 как-то задержался. Безусловно. Смотри, смотри, вот на примере. Я хотел, типа, там, с телками троллевали. Я пошел в группу, у него там пять человек собирали, но телки из них были, и я их помацал. Окей, все, я достиг своей цели. Можем соседью комнату показать. Дождите, подожди, я достиг своей цели. Потом моя цель была выступить на нашествии, и я думал даже, все, после этой цели я уйду в монастырь, моя жизнь, блядь, достигла самой большой апогеи. Когда я выступил на нашествии, я понял, какая же это? И после этого я поставил себе еще большие цели. Ты же понимаешь, когда я достиг эти цели, я поставил еще большие цели. Круто, что у тебя эти цели, пусть и менялись, но сейчас ты идешь к той цели, которую ты искал много лет. Какая цель сейчас? Ты знаешь, у всех разная, может, она общая, но с ребятами в Ана-Домине я вижу, что нам всем до сих пор нравится музыка. В том чистом понимании, в котором она существует в этом мире. Это очень круто, потому что, когда твоя цель добиваться каких-то меркантильных результатов, ты очень быстро обломаешься, получив это все, потому что это несложно. И напоследок, что бы хотели пожелать своим слушателям, нашим зрителям? Хорошего настроения, хорошей музыки, чтобы похмелья с утра никогда не было, чтобы поскорее наступило лето. Жаждем всех вас увидеть на фестивалях. Приезжайте. Будем обмениваться энергией. В такой шапке позвонят должны быть вообще отличные. Я уже сказал. Полодитесь и разложайтесь. Шикарно. С вами был Портал Инсульгент и группа Ана-Домине. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.